Вопросы подготовки и повышения квалификации обсудили и первокурсники, аспиранты, и интерны медицинского факультета ЧИГУ на встрече с заслуженным врачом России Николаем Николаевым и главой города Чебоксара-хирургом Леонидом Черкесовым. Имитация стоматологического кабинета, аппарат УЗИ с искусственными органами, резиновые пациенты с многочисленными травмами и даже мини-операционное с самым настоящим оборудованием. Центр аккредитации симуляционного оборудования открылся на Медфаке в апреле этого года. Этот маникен для отработки манипуляций по искусственной вентиляции белки и постановки срубки в тракеостонической и интуиционной травмике. Здесь мы для начала применяем проливание саппаро, клянческо-дыхательных путей, затем прямым клинком мы открываем себя дыхательные пути, осмотрим, куда мы проводим и проводим проводник и отдыхательную трубку на расстоянии 14-16 см, что соответствует возрасту данного ребенка. Сам в прошлом хирург с многолетним стажем Леонид Ильич проявил профессиональный интерес к медицинской практике студентов и напомнил главное качество врача – умение вовремя принять верные решения. После третьего курса мы имеем право начать работу. Я работал фельдшером. Но я фельдшером уже начал работать на агрегатном заводе. Я помню, что огромный пресс, 20-тонный, он придавил руку рабочему. И в такой случае толпа все кричат, шоковый, умирает уже больной. Я помню, не растерялся, сделал обезголующе, промедол тогда. И, наверное, вот если бы я тоже растерялся, я бы потерял этого больного. Студенты-медики уже сейчас задумываются о будущем. Часть ребят собирается вернуться в родные села. Кто-то уезжает в районы по программе «Земский доктор». Хорошие условия работы создаются и для выпускников, решивших остаться в столице. По итогам вчерашнего визита нашего федерального министра, для нас приятная новость, что в этом году нам будут выделены средства из резервного фонда Министерства здравоохранения Российской Федерации на строительство новой поликлиники в центральной части города. Слышанная, это тоже очень серьезная проекта. Давно его хотим, и я думаю, что в ближайшее время эту современную многофункциональную поликлинику мы построим. И действительно, там будут совершенно другие условия работы. Медицина в республике развивается. Высокотехнологичный и наукоемкий сегмент расширяется. С каждым годом отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Сделав выбор в пользу этой профессии, ребята не прогадают, подтвердил Николай Николаев. Юлия Важенина, Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов. Республика.